добрый день уважаемые коллеги все зрители моего канала сегодня начну показывать новую часть своей коллекции почтовых марок фауны птичек такой вот красивый золотистый для фтормовский альбом у меня для них на 64 листа еще крупнее сделаю чтобы лучше было видно вот вот так вот видите у меня коллекция традиционно начинается с марок советских потом российских бывшие страны ссср европа там и так далее вот это вот серия 65 года она у меня к сожалению видите не полная полная серия 8 марок себя включает это вот как раз тот случай тоже когда я поначалу знаете хватал все с мешка в магазинах не глядя в каталоге смотрел 6 марок 65 года вроде дешево вот а серия оказалась не полный вот что-то пока мне чистые такие две марки не попадаются чтобы докупить гашеные есть они по одиночке вот чистые пока не попались но я что называется не теряю надежды вообще мне конечно не все советские марки на тему птиц собраны есть еще там вот 62 года серия по-моему 72 года тоже в общем кое-чего у меня еще нету вообще марки фауну вы знаете уже где-то с 50-х годов начали в ссср выпускать так что вот где-то с 60-х годов начинаются вот эти вот птичьи марки и выпускались в основном ну вот ну есть конечно вот это вот серия это просто хищные птицы да называется вот это вот вот это вот уже видите птицы заповедников козелгачский черноморский кандалакшский заповедник красноводский мат мат салаусский вот в общем такие вот а эта серия значит 18 международный орнитологический конгресс 82 года серия вот он нас проходил в москве к нему выпустили серию марок ну вот это вот тоже серия достаточно известная я думаю очень многих она была называется птицы защитники леса видите вот такие вот крупные красивые марки совы часов и мне кажется самые вот частые гости филателии да из птиц это совы и утки певчие птицы серия она у меня к сожалению угошенная вот она недорогая в общем то ну мне просто как-то не попадалось знаете у продавца то есть я часто вот знаете такое вот покупаю беру если у меня есть серия марок гашеные меняю на негошенные в том случае если я еще что-то там брал до у этого продавца и ну как бы почтовые расходы они получаются раскладываются на много серий марок потому что если вот допустим одну только брать там она они стоят но рублей там 50 70 до вот это вот негашенная серия я не помню сколько но они недорогие ну вот но если еще столько же почта то уже там получается 140 150 до ну как-то вроде деньги небольшие но ради одной серии жалко тем более что они вот гашеные есть домашние птицы а вот это вот утки советские я уже когда показывал начало коллекции современной россии вот я показывал там есть несколько серий уток они выходили вот последовательно в восемьдесят девятом году еще в ссср видите началась начался выпуск вот этой серии это разные породы уток пеганка чурок свистунок агарь вот красноносы нырок обыкновенный гоголь обыкновенный обыкновенная кряква шилохвость вот кстати недавно прочел в газете местной моей там я живу в районе северная медведкова в москве и у нас тут протекает река яуза что значит на яузе помимо вот обыкновенных обычных кряк вот таких вот появились там шилохвость и еще какая-то порода уток она шила хвость потому что у нее хвостик такой очень тонкий острый как шила вообще в на территории россии значит гнездится там больше сорока пород уток разных ну разновидности там не знаю как правильно говорить породы разновидности виды виды наверное правильные в данном случае но вот это вот уже пошли российские марки видите мир и свобода вообще это вот по программе европа до выпуск был ну вот у нас голубь птица мира да но у нас еще и символ мира это аист помните вот софия михайловна ротару прекрасно пела аист на крыше счастье под крышей мир на земле у нас изобразили аиста на крыше это вот 92 года приокско террасный заповедник тут какой-то что-то типа глухаря не гладите их наверное какой-то скорее изображен а вот уже видите дятлы это российские марки позапрошлого года тоже разные виды дятлов и вот здесь вот уже у меня оставалось просто место я уже так начал немножко пихать в другие разделы до украинские вот такие вот такой квартблок пеликанов пеликан кстати знаете что это геральдическая птица это символ христианства потому что очень долгое время считалось что пеликан он жертвует собой якобы он там расклевывать свою грудь и кровью кормит птенцов на самом деле это не так потому что пеликан он птенцам отрыгивает извините за такое вот упоминание такого неприятного процесса но он пищу отрыгивает видимо вот эти вот какие-то там кровавые комочки которые вылетают людям казалось что он вот своей кровью кормит птенцов поэтому вот этот вот пеликан он вообще так в истории как бы считается символом самопожертвования это вот геральдический символ и символ христианства как дескать христос отдал свою жизнь за нас да вот так и пеликан там ради своих детей собой жертвует хотя на самом деле это не так вот оно продолжение российские марки 92 и не подхватить 95 года у меня вообще есть все вот эти вот марки в коллекции современной россии там 2 3 4 5 годов нет она продолжалась по три марки выпускали но здесь вот пока только 92 95 вот ну это вот певчие птицы россии такой вот сцепка скопа ястреб перепелятник совместно это выпуск был только сейчас уже не помню с кем скорее что ли он скорее вот но это марка стерха с дополненной реальностью если скачать специальное приложение на смартфоны навести то значит там вот на экране смартфона стерх начнет махать крыльями это выпуск по программе европа девятнадцатого года кстати вот как раз еще я это не сделал но собираюсь потихоньку начать собирать вот эти вот марки именно выпущенные по программе европа в девятнадцатом году потому что там тема была как раз вот птицы большой арктический заповедник полярная сова ну и вот в то о чем я говорил да очень частые гости филателии утки и совы вот совы украины вот такой вот большой красивый лист на 12 марок так а здесь сейчас пойдет то что ну я не знаю кто то это называет фантастикой да это марки вот разных непризнанных государств да пмр преднестровская молдавская республика видите значит здесь фазан и сова филин вот это вот днр миотида редкие виды фауны донбасса видите тоже на тему птиц такой вот красивый блок самоклеек они как раз в основном почта донбасса выпускает марки самоклейки вот это тоже такой вот совместный выпуск значит днр и республика южная осетия ответе орел такой вот степной орлан белохвост нити рыбу поймавший и бородач ягнятник это тот который гнездится как раз вот в горах кавказа на моей родине в том числе это южная осетия я родом север из северной осетии так опа слушайте вижу вот марку одну вверх ногами вставил так вот а дальше это вот видите беларусь это очень много у них на протяжении разных лет выходили такие вот марки на тему там птица года разные вот я купил подборку у белорусского филателлиста за разные годы продолжение вот еще эти разные тут птица белорусские а это вот армения сцепка такая вот тоже вот тут еще украина кыргызстан узбекистан разные выпуски вот литва вот это мне серия очень нравится она в эстонии выходят там последние годы сейчас его так вот подвину чтобы лучше было ее видно вот видите вот такие вот крупные квадратные марки красиво здесь ярко птицы так вот изображены в эстонии сейчас там дальше здесь я поскольку коллекция в еще в процессе сбора да ну вот понятно что по мере там покупки я как-то перемещаю там что-то перекладываю но вот это еще не переложил там дальше будет продолжение вот этой вот серии выпусков скажем так да это не единая серия это по годам вот выходила такие вот видите журавли литва а это азербайджанский стандарт 2013 года достану чтобы эту марку было видно тут чуть-чуть получается перекрывает она надо будет тоже переложить такие вот азербайджанские птицы тут тоже утки разные зимородок вот всякие всякие такие вот это вот красивая птица узбекистан узбекский блок это сизоворонка видите такая она но нас родственник скорее дрозда чем вороны но вот такая вот синеватая у нее окраска вот она сизоворонка тоже вот узбекистан такой видите блок с каким-то хищником орел не написано тут кто это вот тут наверное что-то написано но по их нему а вот это вот видите серия это республика арцак это народ на горный карабах сейчас я вот так вот подвину вот она на горный карабах так что ну птиц вообще очень многие выпускают практически все страны кто да почтовые администрации почтовые администрации кто выпускает фауну они выпускают птиц потому что птицы везде живут да и в странах которые не имеют выхода к морю обычно вот в странах где выход к морю есть там много морской фауны какой-то на островах она вообще может превалировать да ну что там есть морская фауна и птицы поэтому птиц выпускают практически все такой видите тоже красивый казахский блок здесь правда есть еще и рыбы но рыбы тут мне кажется все таки они идут как-то фоном здесь больше да вот нет конечно на этой марке понятно тоже рыба изображена но такие вот водоплавающие птицы которые рыбами кормятся пеликаны чайки поэтому я их сюда поместил в эту коллекцию птичьи азербайджанский кварт блок видите это этот кыргызстан тоже все видите международный всемирный фонд дикой природы и вот такой вот блок украина последние годы там но вот в нулевые в десятые годы да она выпускает такие вот красивые но не блоки даже скорее марочные листы наверное да вот тут у них там по 5 по 6 марок вот посвященные разным заповедникам это вот дунайский биосферный заповедник тут птички ну и флора какая-то тоже тут кувшинки там что-то еще это уже молдова тоже традиционные такие да дрофа какой-то тетерев какой-то гриф похоже увидите с лысой головой тоже хищник какой-то явно аист аквила это орел дэмунта не знаю что по латыни я в латыни не силен тоже вот молдова молдова много тоже птиц на выпускала а вот то о чем я говорил тоже видите 19 года выпуск по программе европа тоже аист ну какой-то другой аист это лелико белый аист похоже да ну вот тоже вот такие вот видите марочные листы с птичками узбекистан украина но здесь еще и флора тоже попала сюда но в основном птица грузия джорджия тоже вот видите отметилась такой серии вот тоже армения азербайджанский кварт блок ну и здесь вот видите украина это вот марка там 200 лет открытия антарктиды но у меня знаете как вообще пингвин как бы часто присутствует на марках где морская фауна да потому что пингвины же много времени проводят под водой охотятся там ну вот я тоже как вот у меня с черепахами да если там черепаха изображена на суше я ее в коллекцию рептилий если она там плавает в море значит соответственно идет в морских обитателей вот так и с пингвиновыми у меня если пингвин стоит на суше то значит он птица в коллекцию птиц идет если в там значит в море плавает то в коллекцию морских животных вот ну и вот видите продолжение этой красивой серии эстонской тоже очень красивые мне нравятся эти марки так друзья ну давайте на этом я наверное первую часть закончу я как раз вот она получалась получается по смыслу да я показал те марки стран бывшего ссср и стран бывшего ссср которые у меня в коллекции представлены а дальше мы в следующий раз пойдем в европу спасибо за внимание смотрите мой канал увлекайтесь филателеет друзья всего вам доброго